здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию выполнить мокрую мушку которая очень уловистая по белой рыбе по окуню и щука не пропускает и заталивать я буду ее практически все вот в таких рябых тонах это не совсем подходящая для вязания перо индюка но я его использую я взял совсем немножечко вот так вот щепоточку рябых наших перышек из него мы изготовим хвостик хвостик должен равняться длине нашего цевья притяжной петлей я прихватываю хвостик можно изготовить его практически из любого материала который вы сочтете необходимым вот так его будет вполне достаточно остатки сразу удаляем погрузку можете выполнять в зависимости от того какая у вас будет происходить рыбалка я отрезал двухстороннего люрекса металлизированного хорошего и креплю его здесь же не доходя до свинца выравнивая наш вот этот вот бортик обмотку какую вы будете выполнять это вы уже выберите сами или золотым или серебряным то есть это несущественно подхватили тело я буду изготавливать в сером цвете вы можете изготавливать черное оранжево красное шар трес то есть так как вам будет удобно тело роль играет но в основном все зависит от тех условий которые вы в которых вы будете рыбачить потому что в мутной воде это одно на потоке это другое поэтому подберите сами себе экспериментально я обычно если не знаю в каких условиях будет происходить рыбалка стараясь использовать нейтральная тона а нейтральный в данный момент для нас составляет серый формируем до бедовую нить меха я не беру много то есть небольшими порциями так чтобы тело было у меня объемная и нерыхлое и почти до окончания свинца формируем сдабинга тела дошли до окончания свинца и теперь разравнивая наш люрекс проведем обмоточку и так же дошли до окончания нашего свинца закрепили люрекс остатки отрезали как вы видите вот такое вышло симпатичное правонистое тело для крылышек я буду использовать остатки у меня остаются вот такие вот перышек гризли я подобрал по длине по ширине два перышка сложил их вместе для того чтобы сформировать крыло для того чтобы сформировать его более качественно нам необходимо с вами будут закрепить здесь еще ершик у меня также остаются как и у вас огрызочки симпатичного перышка я обычно его всегда использую когда мне надо пару тройку оборотов тройку оборотов выполнить пером его хватает закрепили ершик можете изготавливать практически из любого пера который вы подберете себе по длине бородок длине бородок и по цвету берем перодержатель так как перышко у нас короткое и отводим все наши бородочки вот так назад ершик можно изготавливать как после установки так и перед установкой крыла это кому как больше нравится я не сторонник придерживаться жестких правил изготовления мушек или стримеров для меня важно чтобы приманка выглядела эстетично и в то же время она была уловистая вот как раз нам достаточно мы выполнили три оборота а пушечка у нас вышла хорошая красивая закрепили наше перо уводим все перья назад хорошо прихватим здесь перо остаток удалим вот как вы видите вышел вот такой и стример и мокрая мушка в красивых рябых наших оттеночках и теперь берем наши перышки которые подготовили для крыла аккуратненько их складываем подравнивая полосочки и укладываем сверху значит для меня как я уже проверял идеальный вариант длина хвостика составляет до середины хвоста нашего или же до загиба как вы выберете сами это уже посмотрите но в данный момент вот такой длины будет достаточно если по каким-либо причинам для вас такая длина не совсем подберете по перу сделайте длиннее или короче но если у вас будут холостые поклевочки тогда придется нам хвостик подогнать по длине вот мы закрепили с вами сверху наше крылышко уберем аккуратненько вот так все наши бородочки поправим его еще и сделаем завершающий узел я капнул капельку лака еще конечно надо будет неоднократно так как лак впитывается и наша вот такая мокрая мушечка которая довольно таки уловистая готова к работе как вы видите дефицитных материалов здесь практически нет а мушка работает достаточно хорошо благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи продолжается